Место происшествия Прямо сейчас. Продолжение громкого дела. Гражданский иск подала прокуратура в интересах родителей пострадавшей девочки к собственнику цирка на 5 миллионов рублей. Американская мечта. Житель Краснодарского края планировал сотрудничать с американской разведкой. На офис микрозаймов в Кропоткине напал мужчина в маске. Дорожный конфликт закончился кулачным боем. Водители Приоры и машины скорой помощи не поделили дорогу на улице Уральска. Очевидцы выложили видео с места происшествия в соцсети. При службе управления МВД России по Краснодару сообщили, что после этого водитель легковушки и рулевой машины скорой начали выяснять отношения. Молодой человек повредил боковое стекло служебного транспорта, после чего скрылся. О нанесении каких-либо значительных телесных повреждений водитель скорой помощи не сообщил. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Уже установлена личность предполагаемого правонарушителя. Им оказался 30-летний местный житель. Также проводятся мероприятия по установлению его фактического местонахождения и задержанию для получения соответствующих письменных объяснений. Молодой человек может быть привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф. Продолжение громкого дела. Гражданский иск подала прокуратура в интересах родителей пострадавшей девочки к собственнику цирка на 5 миллионов рублей. Об этом сообщили в краевой прокуратуре. Сейчас на имущество владельца цирка наложен арест. Напомню, 28 октября в селе Успенском во время циркового представления на 4-летнюю девочку напал хищник. Ребенка доставили в больницу Краснодара. Ей сделали операцию. Позже малышка вышла из комы. Тем временем Андрей Манучурян, владелец цирка, был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенное для детей до 6 лет». Сейчас расследование продолжается. Всемирный день памяти жертв ДТП. В этом году он выпал на 18 число. Чтобы напомнить участникам дорожного движения о страшных последствиях нарушений ПДД, по улицам Кубанской столицы проехала колонна из автомобилей, участников аварий. На каждом авто висел плакат с причиной ДТП. Превышение скорости, опасное вождение, несоблюдение дистанции, наезд на пешехода, выезд на встречку. Нетрезвое вождение – это основные причины несчастных случаев на дороге. Только с начала этого года на Кубани произошло почти 6 тысяч ДТП. 830 человек погибли, из них более 30 дети. Большинство аварий можно было бы избежать, соблюдая элементарные правила дорожного движения. Американская мечта. Житель Краснодарского края планировал сотрудничать с американской разведкой. Его деятельность пресекли сотрудники Краевого управления ФСБ России. Мужчина хотел эмигрировать в США, но переживал, что не сможет там трудоустроиться. Он решил заслужить доверие американских властей и предложил свои услуги спецслужбам. Житель Кубани собирался им передать данные сотрудников полиции, известных ему военнослужащих, а также другую информацию, которая могла бы заинтересовать спецслужбы. В целях недопущения передачи американским спецслужбам информации, в том числе содержащей сведения, составляющие государственную тайну, Семкову объявлено официальное предостережение от имени ФСБ России о недопустимости совершения преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации. В соответствии с законодательством, лицо, которое инициативно сообщило органам безопасности о сотрудничестве или попытке вербовки иностранной разведкой, от уголовной ответственности освобождается. Дебошируя, из-за которого посадили самолет, грозит до пяти лет тюрьмы. В предыдущих эфирах мы сообщали, что 16 октября в Краснодарском аэропорту вынужденную посадку совершил самолет Сочи-Москва. Один из пассажиров был в состоянии алкогольного опьянения. Выражался нецензурно, на замечание бортпроводников и командира воздушного судна не реагировал. Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали на одну тысячу рублей. При службе Южного следственного управления на транспорте полиции сообщили, что после окончания доследственной проверки против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье хулиганства. Сейчас идет расследование. Напал на микрозаймы в маске. Происшествие случилось в Карапотке. Не в офис ворвался неизвестный мужчина. Своё лицо он скрыл повязкой, а на глаза надвинул шапку. Он начал угрожать ножом менеджеру и требовал наличку. Женщина испугалась за свою жизнь и отдала злоумышленнику деньги. На тревожную кнопку сотрудница нажать не успела. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в районе совершения преступления и установили личность нападавшего. Спустя двое суток 40-летний подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в Новокубанском районе. Сейчас мужчина под стражей ему грозит до 10 лет тюрьмы по статье «Разбой». Расследование продолжается. Трагичный случай произошел под Анапой. Там 17 ноября в поселке Просторном загорелся частный жилой дом. Огонь охватил кровлю и распространился на 96 квадратных метров. Об этом сообщили при службе главного управления МЧС России по краю. Известно, что пострадал один человек. Его с ожогами доставили в больницу, но спасти не смогли. Он погиб. Почему произошло возгорание, сейчас устанавливают специалисты и идут проверки. В Краснодаре на улице Красная огонь охватил квартиру многоэтажки. Произошло ЧП вечером 17 ноября. Из дома были эвакуированы 11 человек. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Примерно в 23 часа открытое горение было ликвидировано. При службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что с огнем боролись 26 человек. Было задействовано 9 единиц техники. Массовая авария произошла на трассе Керчь-Новороссийск. Там столкнулись 8 автомобилей. По предварительным данным главного управления МВД России по Краснодарскому краю, известно, что у КамАЗа во время движения отказали тормоза. Он не справился с управлением и допустил столкновение с семью легковушками, которые ехали в попутном направлении. Водителя КамАЗа с травмами забрали в больницу. Остальные участники дорожного конфликта не пострадали. Сейчас по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. В результате ДТП в Кореновске пострадали 5 человек. Авария произошла в днем в субботу. Две иномарки двигались навстречу друг другу. Водитель Hyundai резко затормозил, чтобы пропустить пешехода, который был буквально в 20 метрах. От такого резкого торможения автомобиль развернуло и вынесло навстречу. Там он столкнулся с ленд-ровером. Трое пассажиров и водитель Hyundai оказались в ловушке. Их зажало в искореженной машине. Спасатели кореновского отряда «Кубань спас» вытащили пострадавших. Им понадобилась помощь врачей. Пассажирку из второй иномарки тоже госпитализировали. Тему ДТП продолжил в нашей традиционной рубрике «Дорожные ситуации». Все они произошли в Краснодаре за минувшие выходные дни и попали в объективы камер городского наблюдения. Дорожный конфликт на Офицерской и Ростовском шоссе обошелся без пострадавших. Но вот кузовы машин помяло. Водитель легковушки не пропустил рулевого иномарки. Столкнулись они прямо на перекрестке. И снова авария на Офицерском мосту. На этот раз удар посильнее. А причины такие же, как и в ДТП за день до этого. Поехал на Желтый и спровоцировал аварию. Две иномарки столкнулись на пересечении улиц Северной и Школьной. Наш выпуск завершен. Берегите себя и соблюдайте законы. Я и мои коллеги следим за криминальными новостями, чтобы рассказать вам о них первыми. До встречи в следующем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин